Летний ивент в Destiny 2, как же долго мы этого ждали! Привет, Страж, ты смотришь канал Triple Vibe, меня зовут Джон Лейни, и в этом видео я подробно расскажу обо всех тонкостях мероприятия Солнцестояния Героев. Солнцестояние Героев – ежегодное торжество, во время которого все горожане чествуют Стражей и благодарят их за бравую службу и защиту города от всех угроз. Для игры это будет первое Солнцестояние Героев, и, судя по всему, присоединится оно к другим ежегодным мероприятиям, таким как Багряные дни и Рассвет. Это Солнцестояние закончится 28 августа в 8 часов по московскому времени. Доступен ивент для всех игроков бесплатно, а вот некоторые задания Триумфа могут потребовать дополнения военный разум. Основная причина, по которой все Стражи будут участвовать в Солнцестоянии Героев – броня 400 уровня силы. Разумеется, в киоск Тесс Эверис завезли кучу красивого тематического лута, который можно будет получить с энграммы Солнцестояния. Она будет падать вместе с яркой энграммой и выполняя рубежи мероприятия. Также из энграм Солнцестояния можно получить свечение брони. Это та самая хрома из первой части, неоновая подсветка на ваших латах. Свечение это можно применить к любому элементу брони солнцестояния. После получения свечения его можно будет использовать неограниченное количество раз, подобно украшениям. Теперь давайте о заданиях. В центре башни установлен памятник героям, то есть нам, без скромностей. Сначала Икора, пообщавшись с нами в специальной красивой лаэкации города, отправит нас на миссию, после которой разблокируется доступ к контрактам ивента. Тут вы сразу сможете посмотреть и награды, от эмблемы до корабля. Будьте внимательны с контрактами, кстати, соберите их все сначала в инвентарь, а потом там же сдайте уже выполненное задание для зачисления очков на ваш счет. Тут же вам дадут начальный зеленый сет брони. На каждом фрагменте брони будет свое задание. Ознакомиться с ним вне игры можно, например, у нас в группе в специальной статье. Ссылку оставлю в описании ролика. В принципе, по заданиям все понятно. Следите за описанием миссий. Например, на шлеме есть задание убить 10 противников в гарниле. Элементарное задание, но выполняться будет только в сете. Зато после того, как выполните его, сможете надеть вместо зеленого шлема какой-нибудь экзотический, на уклонение, например, и уже спокойно играть в пвп для миссии на плаще, убивать противников с суперспособностей. Занимает это примерно, кстати, игр 10, плюс-минус. Зависит от того, как часто у вас получается ультить в матчах. Немало вопросов возникло у игроков и о том, как быстрее выполнить задания, связанные с арбами определенного стихийного типа. В налетах выбирайте тот тип сабкласса и оружие, который указан в задании. У охотников, например, это электрический урон. А вот остальные, например, пустотные, удобно фармить в третьей миссии солнцестояния. То есть, что с танками. Залетаете туда, не прыгаете в танк, а пешочком добегаете до первой огромной комнаты. Там убиваете всех желтых противников с помощью нужной ульты и оружия, собираете полученные арбы и вайпаетесь. Начинайте снова. Вообще, в идеале, конечно, если вы делаете это все не в одного, а в команде. Даже пока вы проходите ремастер пяти сюжетных миссий, уже часть заданий выполнится при командной работе. Например, если вы договорились с напарниками сначала играть только с огненными способностями и оружием, то делать друг другу арбы станет проще. Но прежде чем ныть, что команды у вас нет, советую посмотреть видео о том, где ее искать. Союзники сейчас нужны всем. Просто нужно искать. А не писать в комментариях, что сами они к вам почему-то в дверь не стучат, а в игре инструментов по поиску нет. Как только вы выполните все задания на сети брони, возвращайтесь к статуе. Ваша броня прокачается до синего грейда, и на ней также появятся новые задания. Принцип тот же. С каждым новым прогрессом задания будут сложнее. Но и ивент продлится еще почти месяц. Так что не стоит торопиться и жаловаться на то, что все как-то сложно, гринд, команда, все, все успеют. Когда вы дойдете до последней череды заданий и сделаете вашу броню легендарной, и прокачаете до абсолюта, она прокачается до 400 силы. При полном таком сете и получении оружия с престижных рейдов, ваш персонаж как раз и будет готов к выходу отвергнутых, а на эмблеме появится красивая циферка 400. На этом пока все. Желаю вам удачи, скорейшего фарма и получения этой красивой брони. Не забудь подписаться на канал, поставить лайк и вообще будь на связи. Счастливо!